Тёмная сторона немецкого автопрома. В Германии снова скандал. Крупнейших автопроизводителей страны обвиняют в опытах над животными и даже над людьми. Эксперименты проводили ещё в 2013 году, но пресса узнала о них только сейчас. О чём речь, расскажет Татьяна Лагунова. Репутация немецкого автопрома снова дурно пахнет выхлопными газами. Крупнейшие концерны страны BMW, Volkswagen, Daimler в центре громкого скандала. Их подозревают в финансировании экспериментов над животными и людьми, чтобы проверить, как диоксид азота влияет на здоровье. Немецкие журналисты раскопали тесты, проводило Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе. По заказу и за деньги крупнейших автоконцернов Германии. Опыты ставили на обезьянах и людях. На протяжении нескольких часов участники эксперимента должны были вдыхать выхлопные газы с различной концентрацией диоксида азота. После чего ученые проверяли состояние их здоровья. Немецкие политики уже потребовали объяснений. Подобные тесты на обезьянах и людях невозможно оправдать с этической точки зрения. У нас много вопросов к тем, кто за ними стоит. И ответы на них мы хотим получить как можно быстрее. Я резко осуждаю эксперименты на животных и людях, которые, согласно имеющейся информации, были инициированы автопромом. Я просто не могу этого понять. В эксперименте были задействованы 10 обезьян и 25 человек. А проводили его якобы, чтобы доказать, выхлопы современных дизельных автомобилей стали менее токсичными благодаря новейшим системам очистки. Результаты, полученные во время этих тестов, не имеют ничего общего с наукой. Но они нанесли вред здоровью животных и людей, потому что вдыхать токсичный газ в любом случае нездорово. Представители автоконцернов уже прокомментировали скандал BMW и Daimler, заявили, к подобным тестам не имеют никакого отношения. Volkswagen признал участие в исследованиях на обезьянах и принес свои извинения. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.